добрый день дорогие друзья спасибо что заглянули в гости для тех кто впервые у меня на канале меня зовут Алла друзья мои сегодня ваша любимая тема натуральный уход натуральные маски вообще судя по просмотрам по соотношению то что вот я иногда смотрю анализирую вы знаете такое впечатление что у большинства из вас отсутствуют другие проблемы кроме как быть еще красивее еще привлекательнее вы знаете это тоже в принципе неплохо возможно вы действительно настолько счастливые люди что вас интересует вот эта тема и только она ну и собственно как бы там ни было я с удовольствием все равно снимаю для вас темы любые но с большим наверное даже удовольствием я снимаю именно темы посвященные вот уходу и различным уходовым средствам сегодня я вам расскажу об очень простой маске которую сама делаю в общем очень давно очень люблю и вы знаете я все время варьирую состав меняю и я уже подумала что наверное я сниму даже цикл такой да потому что здесь основной компонент один добавки разнятся в зависимости от потребности на тот или иной момент моей жизни для моей кожи и так что же это за компонент дорогие мои это банан да вы знаете вот такой фрукт который еще буквально в моем детстве было вообще совершенно невозможно но очень сложно купить насколько я помню мы его покупали отстояв в очереди там не знаю полтора-два часа покупали зеленые но вот кто мои ровесники старше должны помнить этот период когда покупали вот эти бананы несчастные заворачивали в газету убирали куда-то в темное прохладное место чтобы они дозревали в общем слава богу сейчас проблем с тем чтобы купить этот замечательный фрукт нет вот и собственно его можно применять не только для здоровья и удовольствия вовнутрь но еще использовать для красоты потому что именно банан подходит как нельзя лучше для увядающей для кожи которая уже потеряла свою упругость именно для зрелой кожи и собственно добавляя те или иные компоненты направлено работать в том или ином так сказать ключе и так сегодня я вам покажу маску из банана которую я делаю чаще всего потому что вы знаете она универсальная она и увлажняет кожу она и питает она и подтягивает она и разглаживает она еще и осветляет и немножко даже очищает нам кожу и сейчас я вам покажу из каких компонентов добавочных кроме банана я делаю эту маску как я ее наношу если вам интересно оставайтесь и так для приготовления маски нам понадобится половинка банана 1 десертная ложка крахмала и 1 десертная ложка кефира и так банан крахмал можно взять любой и кефир все это дело мы как следует перемешиваем я это все видите в кофемолке делаю иногда в блендере где вам удобнее получается вот такая такое пюре пюре такое банановое знаете обалденный запах аромат и после этого я начинаю наносить кисточкой потому что она достаточно густая получается масса по массажным линиям на все лицо я наношу в несколько слоев то есть у меня подсыхает один слой я наношу следом другой ну два-три слоя наверное в принципе очень хорошо еще работает на зоне декольте на шее имейте это в виду пожалуйста потому что сейчас конечно я не делаю это ну в силу я надеюсь понятных причин не снимаю вот значит ношу я ее ну минут 15-20 она застывает но не критично застывает все-таки банан он очень хорошо смягчает кефир да чем почему кефир я очень люблю составе потому что во первых он содержит молочную кислоту она очень бережно работает у нас на коже очищает отшелушивает орговевший слой то есть немножко отбеливает лицо то есть прекрасно работает ну и есть некоторые нюансы по снятию этой маски сейчас я вам о них расскажу ну вот дорогие мои поделилась я с вами вот этим вот рецептом своим любимым рецептом маски из банана я повторюсь что в принципе я делаю иногда и другие маски в состав который входит банан да но это уже немножко другая история там уже зависит от некоторых проблем если у меня возникают какие-то вот определенные проблемы я возможно еще сниму если вам интересно пишите я обязательно отреагирую на ваше пожелание и вот могу снять несколько вариантов маски из этого чудесного фрукта потому что фрукта еще раз хочу сказать как нельзя лучше подходит именно для зрелой и возрастной кожи по поводу аллергии я здесь ничего не могу сказать потому что ну понимаете но я не встречал еще людей у которых бы аллергия была на банан скажем да или на кефир или на не знаю там крахмал но на всякий случай на всякий случай попробуйте все-таки как-то сделать аллерго тест вот я еще раз говорю может быть вот на какой-то участок кожи именно вот здесь на стыке да вот здесь вот где скула попробуйте нанесите посмотрите как она у вас будет себя вести если все нормально то действительно можно попробовать значит по поводу смывание вот этой маски еще раз хочу акцентировать ваше внимание что за счет того что туда входит крахмал она немножко так знаете подсыхает и так ее смывать просто водой руками сложновато поэтому рекомендую все-таки при снятии этой маски используйте либо какой-то спонж либо просто маленькое полотенчика намочив его тепленькой водичкой так маска быстрее действительно сойдет я уверена что ощущение после маски если вы соберете все сделать вас порадует пишите потом обязательно делитесь своими впечатлениями мне будет приятно спасибо большое что вы меня сегодня посмотрели я с вами прощаюсь правда ненадолго до скорых встреч пока пока